приветствую всех вас мои дорогие друзья на просторах моего youtube канала крипто леди сегодня я подготовила для вас дайджест новостей которые произошли на этой неделе в этом дайджесте вы узнаете почему солана начала терять доминацию с чем столкнулись регуляторы при одобрении эти фондов и сколько биткоинов смогли добыть ведущей майнинговой компании за последний месяц и конечно же стоит начать самые главные новости этой недели и всего прошедшего года а именно с одобрения bitcoin эти фондов 11 января американские регуляторы сек наконец-то внесли положительное решение по запуску биткойна эти процесс одобрения оказался довольно затянутым и не обошелся без критики в сторону регуляторов дело в том что за несколько часов до принятия twitter аккаунт всех взломали и опубликовали на нем объявление о долгожданном принятии как оказалось регуляторы не имели никакого отношения к данному посту и сообщили об официальном принятии немного позже немалая часть крипто инвесторов скептически отнеслась к этой ситуации и решила что история со взломом была специально подстроена с целью манипуляции на рынке тем не менее bitcoin эти все таки одобрили и 11 ведущих фондов уже начали свою работу в этот же день общий объем торгов биткоина увеличился до 4,6 миллиардов долларов а его стоимость достигла пика 48 тысяч долларов сейчас рост останавливается и ведущая монета стала возвращаться к прежним значениям на момент съемки данного видео цена биткойна составляла уже 42 с лишним тысячи долларов и возможно продолжит колебаться на данной отметке еще некоторое время вместе с участием сек по одобрению и тиф другие страны также приняли ряд решений по дальнейшему взаимодействия с криптовалютами и блокчейном так например министерство финансов турции объявил о готовящемся законопроекте по регулированию криптовалют который не только смягчит риски связаны с цифровыми активами но и даст большинству свободу для развития блокчейна помимо турции криптоиндустрии также заинтересовались в россии как я говорила ранее в своих прошлых дайджестах сейчас страна активно занимается разработкой цифрового рубля а на этой неделе о своих планах на блокчейн заявил и сбербанк как стало известно сбербанк стремится активно развивать сферу международных платежей уже сейчас банк объявил о своей готовности работать с платежными крипто проектами а также опубликовал ряд вакансий для специалистов в сфере блокчейна следующая новость также связана с биткоином а именно с рекордами по его добыче на этой неделе генеральный директор крупнейшей компании по добыче биткоина marathon digital заявил что в декабре компании удалось добыть рекордные 1853 биткоина однако marathon digital не планирует останавливаться на достигнутом уже в этом году компания собирается приобрести две новые bitcoin фермы что повысит общую скорость добычи биткоина еще на 30 процентов и даст возможность ставить новые рекорды по майнингу новости блокчейна на этой неделе также не обошлись в стороне по данным дюна analytics интерес к мем токеном в сети солана начинает постепенно снижаться уже сейчас блокчейн сол начал терять свою доминацию относительно других блокчейнов это произошло ввиду того что подавляющая часть транзакций в сети была полностью связана на мем токенах и составила почти миллион транзакций в месяц сейчас интерес к мем токеном упал и в основном транзакции совершается сустав был коинами из-за чего общее количество сократилось почти в два раза составе всего 614 тысяч транзакций на начало января ну и последняя новость на сегодня будет посвящена одному из ведущих bitcoin и тф фондов gray scale по ожиданиям многих инвесторов компания должна была привлечь дополнительные инвестиции в токен полигон однако она наоборот исключила его из своего портфеля и инвестировал в такие монеты как аваленш и xrp сейчас инвестиционный портфель gray scale состоит из таких монет как биткоин эфириум солана xrp ада и овал эндж я рекомендую вам присмотреться к инвестициям фонда ведь за прошедший 2023 год его портфель увеличился в стоимости аж на 353 процента что считается довольно неплохим результатом в условиях медвежьего рынка что ж ну а на этом мой дайджест подходит концу как всегда благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего ролика который вы увидите уже на следующей неделе а пока подписывайтесь на мой youtube и телеграм-канал которым я на ежедневной основе публикую для вас много полезных новостей и активности из мира криптовалют участвую в которых вы можете преуспеть отличного всем дня удачи и пока пока